Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что будет сегодня в выпуске новостей. Трагедия на воде. О правилах безопасного поведения в море говорили спасатели сразу трех республик СКФО на пляже Избирбаша. Второй республиканский конкурс «Золотые правила нравственности», организованный муфтиатом Дагестана, подошел к концу. О том, как прошло награждение победителей, сегодня в выпуске. Сезон открыт. Самая крупная летняя ягода поспела. Какие сорта, где и как выращивают аргузы в Дагестане, узнавали наши корреспонденты. Пресечь незаконный оборот наркотиков. С такой целью сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии провели оперативно-профилактические и поисковые мероприятия в лесном массиве природного заказника «Самурский лес». Спецоперация МАК-2019 направлена на выявление предупреждения и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. В ходе мероприятий было выявлено 23 очага произрастания дикорастущей конопли. Это более тысячи кустов, которые были уничтожены сотрудниками правопорядка. Девять человек утонуло в Дагестане с начала купального сезона. Четверо из них дети. Так как в республике часто отдыхают гости из соседних регионов, сотрудники главных управлений МЧС по республике Дагестан, Чечни и Ингушетии провели совместную профилактическую акцию на пляже города Избирбаш. Несмотря на все предупреждения спасателей, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что в свою очередь приводит к трагедии. Их основные причины – это купание в штормовую погоду, купание в нетрезвом состоянии, оставление детей на воде без присмотра. Инспекторы провели с отдыхающими беседы по правилам безопасного поведения на воде, а затем занятия по спасению утопающего и оказанию первой помощи. Спасатели уверены, что подобные мероприятия станут хорошей традицией для субъектов СКФО. Имеем информацию по нашей статистике. В море республики Дагестан в позапрошлом году утонуло 4 жителей республики Ингушетия. Также были несчастные случаи, связанные с гибелью людей, жителей Чеченской республики, также республики Дагестан. Цель этих мероприятий – обучить людей, оказание первой довраченной помощи, правильным извлечением пострадавшего из воды. Хотелось бы обратиться в большей мере к родителям, чтобы в свою очередь взрослые объясняли своим детям, младшему контингенту, нашим жителям, обучили их, как правильно плавать, в каких местах можно плавать. То, что мы сегодня показали на практике, вот это минимум, да, вот, минимум объясняли своим детям. Водоснабжение в Махачкале находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики. В частности, без очистки подается водопроводная вода в поселках Сулак и Ленинкент. Не решена проблема централизованного водоснабжения в поселке Богатыревка, где в воде из скважин обнаружено содержание мышьяка. Отметим, несоответствие питьевой воды по микробиологическим показателям, чревато возникновением вспышек острых кишечных инфекций среди жителей столицы. В Доме дружбы города Махачкалы прошло торжественное награждение победителей и призеров второго республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», организованного Муфтиатом Республики Дагестан. В мероприятии приняли участие представители органов власти и духовенства республики. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. 17 муниципалитетов, более 500 участников. В этом году конкурс «Золотые правила нравственности» увеличил масштабы. Он состоял из нескольких этапов. На одном из них участники конкурса, а это ученики школ и студенты СУЗов Республики соревновались в знаниях о своем родном крае. Одно из главных направлений этого конкурса – побудить подрастающее поколение к изучению истории и традиций своего родного края. И можно сказать, что у организаторов золотых правил нравственности это получилось. В поделках, которые сделали ребята, отображена национальная культура Дагестана. Конкурс проводился с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. В дальнейших планах у его организаторов выпустить специальное учебное пособие. У нас собран уже материал. За два года проведения этого конкурса планируем выпустить далее пособие, по которым мы в последующем, в следующие годы будем проводить конкурс. Эти пособия, они предназначены как для детей, так и даны методические рекомендации, как использовать это пособие родителям, так же воспитателям, учителям. Уже традиционно по окончанию всех этапов конкурса состоялось торжественное мероприятие. Оно началось с выступлений представителей правительства республики. От имени представителя Народного собрания Дагестана Хизришек Саидова его заместитель Елена Ельникова выразила благодарность организаторам конкурса, а в частности муфтию республики Шейху Ахмаду Афанди. Нам очень приятно видеть, что данный конкурс, данное мероприятие набирает свои обороты. Расширяется охват участников, охват участников и организаторов, привлекается внимание общественности. Позвольте мне прежде всего от имени председателя Народного собрания передать вам прежде всего благодарность, огромную благодарность муфтияту нашей республики и особенно нашему уважаемому дорогому шейху Ахмад Хаджи за то, что по его инициативе вы организовали такое светлое, такое нужное мероприятие. Далее министр по национальной политике и делам религии республики Дагестан Энрик Муслимов наградил почетной грамотой руководителя конкурса «Золотые правила нравственности» Патимат Гамзатову. Послан министра нравственной ценности служит основой добропорядочности и поэтому проведение подобных конкурсов имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения. То, что дает данный конкурс для молодых людей, да не только для молодых людей, но в моей воле, наверное, надо было провести такие конкурсы и правила установить во всех учреждениях, независимо от формы собственности, потому что они нужны всем, и тем более не только познавать их, но исследовать их. Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие представители всех традиционных конфессий Дагестана. Одна из его задач укрепление дружеских отношений между жителями республики, невзирая на национальную и религиозную принадлежность. Очень приятно сегодня видеть молодых людей в таком юном возрасте, школьников, но которые заинтересованы тем, чтобы в дальнейшем быть максимально полезными для общества. Это очень приятно. И очень приятно, что данный конкурс имеет такой объединяющий фактор. Он объединяет все национальности, традиции, культуры и конфессии, что очень важно. Перед нами перед всеми стоит самая главная задача и перед исламом, и перед православием, и иудаизмом, в частности здесь, в нашей республике, воспитать новые поколения людей, которые бы понимали, что такое нравственность, как в советской школе говорили, что такое хорошо, что такое плохо. И вот через такие конкурсы мы надеемся на то, что у нас это получится. Наши дети должны знать, помнить, как веками, тысячелетиями наши народы выживались в братской семье. И для этого такие конкурсы как раз таки укрепляют сознание нашего подростающего поколения. Конкурс также был направлен на то, чтобы помочь его участникам раскрыть свои сильные стороны и сделать судьбоносное решение – выбрать для себя профессию. На заключительном этапе ребята рассказывали о своем будущем виде деятельности. Одна из участниц Мадина Исалаева мечтает стать врачом. На это, как она рассказала в своей презентации, ее побудили личные мотивы. Когда моя мама была больна, у нее правая лицевая нерв была воспалена. И мне стало очень грустно, когда маме так больно было. Я с этого дня решила выбрать эту профессию. По завершению мероприятия состоялось торжественное вручение благодарственных писем, а также награждение победителей и призеров конкурса. В Дагестане растет число семей, ставших счастливыми родителями после ЭКО. С начала года процедуры прошли около 800 бездетных пар. На свет появилось более 160 малышей. Это на 7% выше, чем в прошлом году. Как сообщает Республиканский Минздрав, технологию планируется сделать еще доступнее. В этих целях запланировано укрепление материально-технической базы Республиканского Центра охраны здоровья, семьи и репродукции. В медучреждении в этом году будет проведен капитальный ремонт. Также в планах дополнительная закупка современного оборудования. Турецкие предприниматели инвестируют в туризм Дагестана. Прибывшие из Турции предприниматели посетили Казбековский район. Здесь инвесторы планируют вложить средства в создание туристического оздоровительного комплекса, который расположен неподалеку от села Алмак, где расположена единственная в Дагестане оленемоческая ферма. Турецких гостей встречал глава Минтуризма Расул Ибрагимов. Отныне в живописнейший уголок Салатавия можно будет приехать с ночевкой. Для туристов созданы все необходимые условия. Комфортабельные гостиничные номера, кафе, разные забавы для детей на свежем воздухе. По мнению Расула Ибрагимова, создание нового комплекса привлечет в Алмак туристов, а также обеспечит его жителей рабочими местами. Азбековский район – это один из самых красивейших в нашей республике. И то, что сегодня мы здесь вместе с муниципалитетом создают такие условия для развития туризма, плюс сельское хозяйство, такого хозяйства, где разводятся олени, у нас это единственная республика, за что я им благодарен. Тот факт, что сегодня ваш земляк смог привезти оттуда с Турцией большую делегацию инвесторов, и они заинтересовались нашей республикой и нашими такими местами, что они готовы кладывать сюда деньги. Это и есть доверие и отношение к нам. А тем временем в республике полным ходом идет сбор арбузов. Сладкие ягоды уже можно найти на прилавках магазинов. Чаще всего при выборе покупатели предпочитают арбузы с местных полей. Так для бахчевых культур идеально подходят земли Кизлярского района. К примеру, в селе Речное в этом году под них выделено более 20 гектаров. Там и побывала наша съемочная бригада. Слово Патима Тханаповой. Сладкий арбуз, лекарства нету, половина мед, половина сахар. Удобрения нету, если удобрения было бы здесь, были бы эти проволоки, пустые места были бы, поэтому удобрения нету. У нас есть плотный арбуз, чисто родный экологический продукт. Сочный, сладкий и экологический. Так оценивают свои арбузы местные бахчевики. И этим они не обманывают. Гибридный сорт користан действительно славится своим качеством. Семена его выводятся в Швейцарии, но выращены эти крупные желтозеленые ягоды кизлярскими земледельцами. Занимаются они этим вот уже десяток лет. И потому в бахчевых культурах в Дагестане им нет равных. Кизлярский арбуз вкусовым и качеством отличается именно из-за того, что мы его поливаем телечной водой. Всем это известный факт. Мы вывозим в Питер, в Москву, в ту сторону. Клиентов у нас очень много. Был бы урожай хороший, а куда отправить мы найдем. А урожай в этом году хороший. Более 70 тонн с гектара. А в общей сложности в селе Речное аграрии посадили арбузы на 20 гектарах. Посадили и выходили, и клиентов тоже уже нашли. Теперь дело остается за малым – собрать урожай. Непростой труд сборщиков арбузов. Здесь почти под 40-градусную жару каждый день собирают около 50 тонн этой сочной ягоды. А это значит, что один рабочий в день собирает около 700 арбузов со средним весом в 8 килограмм. Арбузы користан весят иногда до 15-16 килограммовых. Особенно стерки, цвет, хорошая транспортабельность. Наполовину мед, наполовину сахар. Так на кизлярских землях характеризуют этот сорт. Даже при выборе, отмечают аграрии, здесь не нужно следовать правилам. Каждый плод хорош. Какой у него? Любой арбуз можно уверенно взять, взять его. Раньше была такая девушка, мальчика. Сейчас все арбузы одинаковые. Выбрать можно любой. Самый большой, самый вкусный бывает. Ближе к вечеру бригада тружеников заканчивают собирать очередную партию. А уже завтра некоторые из этих арбузов поступят на рынок, а некоторые отправятся на фури в другие регионы страны. Батимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизлярский район. Дайджест подготовила моя коллега Зумрук Гамидова. Прыгать хотят с крыши. В Махачкале спасатели МЧС спасли от самоубийства девушку. По предварительной информации, она собиралась броситься с высоты многоэтажного дома на проспекте Петра Первого. Сообщение о том, что на крыше 19-этажного дома, расположенного в районе гостиницы Приморск, находится молодая девушка, пришло утром. Спасатели незамедлительно направились на место и успели спасти девушку. С ней проведет работу бригада психологов. Более 240 миллионов рублей выделили Дагестану на закупку новых томографов. Об этом сообщает Республиканский Минздрав. Томографы приобретут для Республиканского центра травматологии и ортопедии, Республиканского диагностического центра, Каспийской больницы и Буйнавского противотуберкулезного диспансера. А зона обслуживания томографа, который будет установлен в Ботлихе, позволит охватить пять районов – Ботлихский, Тунтинский, Тумадинский, Ахвахский и Гумбетовский. ФСБ сможет отменять любые международные рейсы. Документ об этом подготовили в правительстве России. Уточняется, что ФСБ может объяснять отмену рейса, если возникает угроза безопасности России. Предполагается, что с 2020 года авиакомпании будут обязаны до вылета международного рейса предоставлять подробную информацию о нем. Количество и национальность пассажиров и экипажа, время входа и выхода из воздушного пространства России и других стран. В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их ведома. Соответствующие поправки к закону о персональных данных уже одобрило правительство России. Согласно документу, обладатель личной информации о человеке отныне будет обязан обезличить ее настолько, чтобы раскрыть конкретную персону, не помогли никакие дополнительные сведения. Для россиян это будет означать удобное размещение остановок транспорта, появление школ и поликлиник там, где это действительно необходимо. Но по мере роста оборота информации смогут вырасти и риски устечки, сообщают эксперты. Дагестанские парадхэквондисты завоевали медали открытого чемпионата Азии. Турнир завершился накануне в Иордании. Вторым призером соревнований в весе свыше 75 кг стал Алиасхаб Рамазанов, а в категории до 75 кг третье место занял Магомед Загир Исалгибиров. Еще один наш спортсмен Зайнуддин Атаев получил травму в первом победном бою, после чего не смог продолжить выступление. Отметим, что всего сборная России завоевала на открытом турнире 7 медалей. В Дербенте подведены итоги мини-футбольного турнира среди выходцев из городов и районов Южного территориального округа. Организатором выступил Муфтиад Дагестана совместно с администрацией города. В течение двух дней отношения на футбольных полях выясняли 34 коллектива. В финале команда Кабир из Куракского района обыграла местных футболистов, а замкнули тройку призеров игроки из Рутульского района. Награждение чемпионов провели титулованные спортсмены Курамагомед Курамагомедов и Багаудин Абасов. Победители помимо кубка и медалей получили денежный приз в размере 25 тысяч рублей на команду. Премию удостоились и другие команды, попавшие на педестал. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, смотрите нас также в YouTube и Instagram. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова